Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в программе. На верность Родине более 700 курсантов приняли присягу в Ульяновске. Больше конфет и рабочих мест в Корсунском районе расширяется Семеновна. Ульяновские тосы поделились опытом с пермиками. В Ульяновске пройдут школьные ярмарки. Ульяновские мусульмане отпраздновали Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения – часть мусульманского обряда паломничества в Мекку. Большие празднества развернулись в мечети на улице Роза Люксембург. Вместе с губернатором прихожан поздравили главный имам Махунт Эльдар Софиуллин Хаджи. Всем жителям Ульяновского северного здоровья. Семена тепла, душевного, спокойствия и получающего из ваших домов. Всегда за это тепло и уют. Всего чуможения и бережное отношение к вашим, к нашим с вами и многих годовым традициям. Мусульманская община активно участвует в общественной жизни региона, развивает широкую благотворительную деятельность, вносит вклад в укрепление семейных ценностей. В региональном центре во всех его районах действуют 12 мечетей и 3 молельных помещения. Курсанты-связисты 623-го межвидового регионального учебного центра приняли военную присягу. Все они находятся на срочной службе в Ульяновске. Поздравить курсантов приехали самые близкие – родственники и друзья. К ним присоединились первые лица города и области. Вам повезло, дорогие ребята, принимать присягу в одном из лучших военных учебных центров Российской Федерации. Отныне каждый из вас получает священное право с оружием в руках стоять на защите нашей Великой Родины. На плацу учебного центра провели митинг. Личный состав прошел торжественным маршем. Поддержать военнослужащих приехали родственники и друзья, а самим курсантам по традиции был дан выходной. Потрясающий день на самом деле. Все немного волновались, но когда вышли, все так спокойно, уверенно стали чувствовать себя. Даже больше, чем на тренировках, стали все выкладываться. Все командиры, начальники в нашей части отличные. Помогают, когда что-то не получается, всегда приходят на помощь. После торжественной части глава региона осмотрел технику и местный музей, а также пообщался с родителями и курсантами в неформальной обстановке. Он еще раз поздравил ребят со знаменательной в их жизни датой и обсудил меры поддержки. В следующем году планируется разработать законопроект об особом статусе военнослужащих, возвратившихся домой. Мы будем для них готовить особые меры поддержки. Например, подъемные средства, выделение специальных средств для приобретения жилья, какие-то меры поддержки в виде финансовых средств на то, чтобы вы могли поступить учиться. Межвидовой региональный учебный центр «Войск связи» располагается на территории Высшего военного училища связи. Это единственный в своем роде учебный центр, входящий в состав Вооруженных сил Российской Федерации. Курсанты обучаются по 14 военно-учетным специальностям. Губернатор Сергей Морозов посетил Корсунский район. Во время рабочей поездки он навестил Татьяну Мельникову, женщину, не первый год сражающуюся с онкологией. Теперь вопрос об оплате дорогостоящего лечения решен. О материальной поддержке и духовной помощи подробнее в нашем материале. Татьяна Мельникова из Корсунского района более 10 лет борется с онкологическим заболеванием. Недавно встал вопрос о новом интенсивном лечении. Однако выписанное лекарство не входит в список бесплатных. Ценник превысил миллион рублей. Для семьи Мельников сумма оказалась неприподъемной. О проблеме узнал губернатор Сергей Морозов. Во время рабочей поездки в Корсунский район он пришел в гости к Татьяне и принес хорошую новость. Жительница Языкова в ближайшее время получит адресную материальную помощь, покрывающую все расходы на покупку препаратов. Во время встречи Татьяна получила ценный подарок – икону святого Пантелеймона. Я человек глубоко верующий и хотел бы, чтобы не только дело рук человека, дело рук докторов помогало вам справиться с нелюбом. Ну и чтобы нас с вами, единственный покровитель православный, охранял вас. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо вам. После домашнего визита глава региона отправился в районный дом культуры и провел совещание по социальному развитию муниципалитета. Кульминацией мероприятия было торжественное вручение школьных наборов будущим первоклассникам. Напомню, что акция «Помоги собраться в школу» входит в реализацию национального проекта «Демография». Участниками благотворительного проекта стали уже 18 тысяч детей по всем районам области. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. На территории Корсунского района строится второй цех кондитерской фабрики «Семеновна». Губернатор Сергей Морозов посетил объект, пообщался с руководителями и сделал им выгодное предложение. Какое именно, расскажет Виктория Черкова. Корсунская кондитерская фабрика «Семеновна» ожидает пополнения. На территории предприятия строится новый цех. Сергей Морозов посетил растущую кондитерскую фабрику. О проделанных работах в главе региона отчитывался учредитель Евгений Ялов. Фасад готов, коммуникации подведены. Осталось закупить оборудование и заняться отделочными работами. Стоит отметить, что расширение кондитерской фабрики выгодно для жителей района. «Около 140 рабочих мест будет создано здесь. Ну и, я уже говорил, что налоги у нас, то есть мы планируем, около 5 миллионов». Тему налогов продолжил губернатор. Глава региона предложил оставить их дома. «Подумаем сегодня, проговорим. Если коллеги не будут из правительства возражать, может быть, мы все те налоги, которые на ближайшие, допустим, 3-5 лет фабрика будет платить, будем оставлять здесь для развития и муниципалитета, и для подготовки кадров, ну и для того, чтобы инфраструктура здесь развивалась». В строительство павильона вложено 20 миллионов рублей. Скоро цех будет готов. Уже в 2020 году корсунские кондитеры будут выпускать в два раза больше конфет, шоколадок и пряников. Реализация национальных проектов – это способ улучшить жизнь различных социальных групп и страны в целом. Однако, войдя в тот или иной проект, непросто. Может ли Ульяновская область вступить в федеральный проект экспортообразования, являющийся частью национального проекта образования? Этот вопрос министры и ректоры ульяновских вузов обсудили с губернатором Сергеем Морозовым. По мнению Федерального центра, образование не должно оставаться в стороне от интеграционных процессов. Ульяновск, соответственно, тоже. Но наш регион, по мнению специалистов, не готов принять участие в проекте экспортообразования, ключевая цель которого – повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом нарастить несырьевой экспорт Российской Федерации. Пока еще, по мнению ректоров иностранцев, негде поселить. Пока не получается обеспечить их полную безопасность и возможность подзаработать после учебы. Выслушав аргументы противников немедленного вступления в проект, Сергей Морозов дал поручение подготовить документ, в котором были бы обозначены не только проблемы, но и способы их решения. Хотелось, чтобы мы так же прошли по каждой проблеме и нашли понимание, какие у нас есть истории успеха в других регионах вот этой проблемы, либо какие-то есть более-менее похожие ситуации, опыт которых мы могли бы взять и применить для решения этих вопросов. Пока же общий бюджет приоритетного проекта составляет почти 784 миллиарда рублей. Планируется, что к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранцев должно вырасти не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Жизнь современного города уже невозможно представить без территориальных общественных самоуправлений. ТОСы помогают благоустраивать территорию рядом с жилыми домами, проводят интересные мероприятия, а самое главное – помогают решать проблемы, выстраивая диалог между властью и народом. Своим опытом с другими регионами делятся ульяновские ТОСы. На других посмотреть и себя показать. Ульяновские активисты движения ТОС приняли участие в форуме, который прошел в Перми. Причем ульяновцы отправились в качестве экспертов. В 2016 году проходил первый съезд ТОСов Российской Федерации. И тогда наша делегация от города Ульяновска была приглашена на съезд, как раз Всероссийский съезд ТОСов. Проводила его как раз именно Лига ТОС, это ассоциация ТОС Пермского края. В 2016 году наша ассоциация создалась. За время этого развития она признана одной из лучших. И как раз ТОС и Пермского края пригласили нас поделиться опытом. На форум собрались председатели и активисты территориального общественного самоуправления, руководители инициативных групп. Среди приглашенных экспертов – представители Общенациональной ассоциации ТОС. Владимир Сидоров вручил участникам форума благодарственные письма от депутата Госдумы и председателя Общенациональной ассоциации ТОС Владимира Кидяева. На площадке Федеральной и региональной ТОС «Возможности стратегии и партнерства» Ульяновец рассказал о правильном взаимодействии с властью и возможностях дальнейшего развития движения ТОС. Две школьные ярмарки пройдут в Ульяновске 17 августа. На торговых площадках будет представлено все необходимое для учебы. Также в местах проведения школьных ярмарок для ульяновцев будет организована концертно-развлекательная программа, сообщают в Управлении имущественных отношений, экономики и развития конкуренции. Площадки будут работать у ДК «Киндяковка» проспект Гая, 15 и на площади у Дома связи проспект Ульяновский, 9. Завтра в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит 17 градусов тепла. Ветер северо-западный будет доходить до 15 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова